Всем привет! Давно пора разобраться с моими вещами. Здесь я приготовила две стопки. Там есть еще сбоку, но это не сейчас. Это подушка для кошек. Я покупала в зоомагазине. Потом я пыталась заказывать подобное в интернет-магазине. И та вторая оказалась очень плохого качества. А это вроде даже из нормального такого материала. Здесь такие вот смешные котейки. Вот так, наверное, еще повернусь, чтобы было видно. В нужном направлении да-да-да, я слышу. Вот это одеяло. Такие верблюжки, их называли раньше, шерстяные. Их тоже надо определить, то есть надеть на них пододеяльники. Я не очень это люблю, честно говоря. Здрасте. Каждый раз это так сложно делать. Обычно откладываешь до последнего и в итоге получается, что уже пора ложиться, а одеяло еще не в пододеяльниках. Учебники и кое-какие книжки, которые не я сама приобретала, я просто принесла их из подъезда. У нас там есть фуфлообменник, где люди выкладывают то, что им не нужно. И некоторые тоже, вот как я, несут домой то, что тоже не нужно. Во-первых, я схватила вот эти две книжки про избранные сочинения. Я когда сама училась, таким не пользовалась. Во-первых, его еще и не было, а во-вторых, мне оно не требовалось как-то. То есть, я писала всегда все сама, хотя, конечно, с критикой познакомилась, но очень хороший урок преподал один учитель литературы, который был у нас на замене. У нас вообще были учителя литературы хорошие в старшей школе, и они нас научили тому, что вы пишите лучше своими словами, тем более они всю эту критику и слова из учебника знают наизусть уже давно, и, конечно, все это видят. И они нас приучили думать самостоятельно, то есть писать не так, как правильно, а так, как вы хотите, так, как вы считаете. Но, тем не менее, я взяла, чтобы ознакомиться. Самые интересные места, которые бы я прочитала, ну, там про Нигина, в частности, они, в общем, вырваны. Вполне возможно, их так вот и использовали на экзамене. Ну, в общем, книжки, честно говоря, вот они не стоят того, чтобы держать дома. Поехали дальше. Это, собственно, ради чего и из-за чего я начала снимать сегодняшнее видео. Это моя любимая посуда, бамбуковая. Не знаю, как ее изготавливают, каким-то образом вот прессуют бамбуковые волокна и оно получается. И это моя любимая была обложка. Она находилась в кухонном шкафу и то, что мне было не нужно, вот из-за того, что там бардак и все навалено, вот упало и разбилось то, что нужно. Вот из неловкого движения. Очень, кстати, я довольна этой посудой. Она легкая, она удобная в использовании, ее приятно мыть, она не нагревается, можно держать в руках, когда внутри горячее. Очень все это приятно выглядит, но если упадет, может разломаться. После этого, в принципе, можно использовать, ну как, складывать туда какую-то мелочевку, но это будет уже, ну так, в общем, не ком-льфо. Вот. Так что время от времени нужно выкидывать то, что не нужно, иначе можно косвенным образом потерять то, что нужно. Мне очень досадно за то, что так произошло, тем более, что у нас в городе пойти и купить вот так просто не получится. Надо в Москву ехать, там покупать. Дальше вот эта терка, которую я давно уже покупала, и я много от нее поранила пальцев. Ее, с одной стороны, вот так вот удобно ставить в посуду и натирать что-то очень быстро. Не нужно расчехлять блендер, миксер, и там, в общем, долго париться. Она, видите, уже погнутая, потому что я все-таки и пользуюсь. Она у меня какое-то время была кандидатом на выброс, и может быть, даже видео в каком-то мелькнуло, но, тем не менее, несколько лет я использовала и решила выбросить просто потому, что эстетически эта вещь навевает на меня тоску из этих трещин, которые появились. Ну, в общем, решила избавиться. В последнее время почти не пользуюсь, можно сказать. Это вот я не выбросила сразу, чтобы просто показать, как кот грызет посуду. Это деревянная лопатка, я ее отмывала со всей тщательностью, но все равно, видимо, какие-то запахи оставались, и кот грызет неистово. Конечно, надо выбросить, а это просто потому, что лежало-залежалось, я, наверное, уже не буду использовать. Это и то, и другое для перемешивания еды в процессе готовки. Ну, вот видите, ну, зачем такое в доме держать? Лучше выбросить, купить новое. То же самое по поводу этой разделочной доски. Она просто мне ужасно надоела. В общем, других причин по большому счету нет. Я могу сказать, что она истерлась, она потеряла свой привлекательный внешний вид, что я опасаюсь, что-то это пластик, вот он как-то нарезывается и попадает в пищу, хотя, с другой стороны, на деревянной доске лучше не разделывать мясо и рыбу, потому что соки впитываются и там не получается из порда и весины все это надлежащим образом тщательно отмыть. Но все равно, слушайте, мне так надоел просто этот предмет, он просто мне надоел. И эта причина достаточная, чтобы выбросить. Вот тоже примерно с этим вазоном, который стоил 28 рублей, вот даже ценник еще не отклеился, подставка, подстоловые приборы 7 злаков. Ну, симпатичная штука, что только я в ней не держала и кремы такие в тюбиках расставляла и канцелярию, но не знаю, надоела она мне тоже. И здесь где-то вот, да, видите, поврежденный участок. Ну, какая-то, понимаете, нагромоздкая, нелепая и вот как бы она по стилю относит нас в 60-е года, 50-е даже, вот когда эти были книги о вкусной здоровой пище, вот это вот роскошное убранство и в то же время вот такой вот пластик, да, простенький. То есть, вот ни то, ни сё, вот ни туда, ни сюда. И вот эта форма тоже нижняя, она с одной стороны продает устойчивость, и что этот стакан не падает, допустим, если нагрузить его кремами, а с другой стороны, ну, как-то вот оно нелепо всё вот. И вот это одно время я увлекалась деревянными корзиночками, я их обожала, но вот смотрите, что с ними происходит, они портятся. Если попадает влага, тут поселяется плесень, никак от неё не избавишься, это некрасиво и вообще неприятно. К тому же, вот эти прутья, они всё время за всё цепляются, можно поранить руку, хрюку, там, и если держать здесь какие-то текстильные вещи, например, носки или резинки, то появляются затяжки. Вот, тоже проблема, поэтому я перестала пользоваться вот этими деревянными корзиночками, хотя, конечно, это сама мелота и такой деревенский стиль, прованс и всё такое, но оно, к сожалению, непрактично. То же самое могу сказать по поводу деревянных расчёсок. Здесь написано вортекс, что, в принципе, смешно. какой вортекс. Вортекс, это есть такая фирма, которая делает оборудование для лабораторий. Вот она практически неиспользованная, хотя уже чуть-чуть покоцанная. Она мне не подходит в качестве расчёски просто вот совсем никак. Так, сейчас вытру здесь кусочек пыли. Не могу я причесываться, ну, форма не моя и такой большой размер, у меня нет столько волос и как-то вот по моей голове она не очень хорошо проходится. Можно использовать в качестве массажёра. Вот спину себе причесывать, там, не знаю, пяточки чесать. Не используется в доме. Надо было сначала все волосы повынимать, потом снимать, да? пяточки чесать. что поделать? Ой, вся перепачкалась в этой пыли. Ой, я сейчас вот себе шейно-воротниковую зону массирую. Вообще, вы знаете, приятно. Вот спину тоже почешу. Ну, есть что-то в этом. Вот эта игрушечка, мне её прислали в одной из посылок. То, что я заказывала в интернете, и продавец просто, не знаю, для умиления положил вот этот небольшой подарок. Но мне оно ни к чему. Может быть, какой-то ребёнок схватит в подъезде. Это маленькое мыльце, оно так случайно получилось. Это из того, что само собой образовалось в ванной комнате из большого куска. Я его сохраняла для того, чтобы, ну, может быть, в поездку в какую-то взять. Ну, может быть, может быть. Это Панама, которая была куплена на один раз. И нет, она не пойдёт, потому что она, нет, она идёт. Мне нравится, как она сидит и выглядит, но она срывается с головы ветром и улетает. А делать здесь ещё резинку под подбородком. Ну, не знаю, какой-то будет странный такой сафари стиль. Такой великовозрастный ребёнок. Это я покупала штуку, чтобы ковры чистить. Наливать раствор мыльный и вот так вот выгребать. Я, когда была маленькая, чистила ковролины таким образом. Это половое покрытие, чудесное словосочетание. Я использовала расчёску для этой цели. Вот так вот выгоняла воду из-под ковра. Из ковра вот так вот грибла к краю. Да, а тут есть такое специальное приспособление. оно даже не помню изначально для чего предназначено. Может быть для мытья окон, а может быть для ковров как раз. Но я поняла, что мне это нужно, но не использовала по назначению ни разу, потому что я приспособилась отмывать ковёр шваброй. Вот той самой, которая крутится вот так вот в сетке, специальный набор такой, ведро, сетка и швабра. И поэтому я не использовала. Пока вбрасывать не буду, но надо попробовать. И дальше моя любимая шемайка из Finflare. Одна из моих первых покупок в Москве. И Finflare в частности. Сейчас я её разложу поудобнее. Вот логотип. Мне нравилось то, что он так ненавязчиво здесь спрятан и не выпячивается. Тогда ещё Finflare был очень хорошим магазином, и там было очень много хороших стильных вещей. Бирку я, конечно, отрезала, чтобы она здесь мне никого не мешалась. И в этом фасоне мне не нравятся вот такие плотно сидящие подмышкой рукава. Из-за глубокого декольте эта майка предполагается только на жаркую погоду, потому что иначе вот здесь будет холодно. Девушки, я думаю, меня поймут, что вот эти женские майки с глубоким вырезом, они не совсем удобны, потому что если уж это майка, но она всё-таки желательно, чтобы была под горло, иначе здесь грудь намёрзнет. И в соображении красоты всё понятно, но холодно же, ёлы-палы. А если настолько жарко, что здесь не мёрзнет, то тогда подмышкой вот здесь будет проблема. То есть будет намокать, будет что-то там тереться, неудобно. И потом вот эти вот штучки, они сюда перекручивались. Вот. и какой-то тоже неопрятный вид получался. В общем, я на самом деле обожаю эту майку за её цвет, за её всё. И здесь видите, уже вот эта аппликация, она вся потрескалась со временем, конечно. Мне очень жаль расставаться. Посмотрите, какое небо. Оно вечернее с одной стороны, но с другой стороны очень такое дождливое, грозовое. у нас уже который день очень мокро. Почти каждый день этот дождь, причём так непредсказуемо, в любой момент может пролить. И прохладно вообще так, холодно. Пакет, ну это хороший мышка, которую перегрыз кот. Я её сохраняла, даже не знаю от для чего, она в принципе рабочая, но вот такого размера мне нужна новая мышка. Наверное, для того, чтобы прийти в магазин, показать и сказать, что мне нужна такая же. А, и очень удобная длина провода. Как раз не слишком длинная, чтобы не мотылялась. Вазелиновое масло неудачное. Я купила в аптеке, хотя полностью совпадало по этикетке производителя по всему с тем вазелиновым маслом, которое я покупала до этого в другой аптеке, но оно реально пахнет какой-то нефтью. Ну его можно оставить для хозяйственных нужд. Например, у нас очень здорово скрипят качели по всему городу, и иногда это сильно раздражает. Ну сейчас я просто в другом месте живу, а раньше буквально приходилось регулярно бегать и смазывать все вот эти качели, карусели во дворе, потому что такое ощущение, что меня одно это бесило, а все остальные как-то... ну либо их не раздражало, либо им просто лень было что-то с этим сделать. Хотя, да, один раз я видела мужчину, который тоже этим занялся, по моему примеру. Это я заказывала в интернете. Я покупала специально игрушки елочные из моего детства. Раньше такие были. Вот это репка, это то ли яблоко, то ли персик какой-то, и тоже какой-то в общем абрикос. они очень прикольно пахнут. Они могут сохранять запах, если их чем-то брызнуть, надушить. Это гофрированная бумага. В моем детстве была вообще большущая редкость. Конечно, это такие предметы из детства. Хотя, это не те конкретно, которые были у меня, я их купила. Но у нас были такие же. Еще были всякие морковки и другие тоже интересные елочные игрушки. Это подборка журналов, на которые я хотела сделать обзор. Мы не выбрасываем, мы выкладываем в подъезде и тот, кому интересно, кто хочет, может забрать. И вот, наконец, еще одна доска разделочная, тоже на мне просто надоела, я перестала ей пользоваться. Хотя, идея у нее очень интересная. Она, вот вы видите, да, вот эту штуку я тоже выброшу, потому что она вот треснула. Я все, больше пользоваться не буду. Можно ее вот так вот складывать и нарезанная прямо в суп или на сковородку, или туда нужно. Но она тоже вся истерлась, конечно, и просто начала раздражать по факту. А так удобно. Берешь вот так вот, складываешь за ручку, она складывается и все без остатка. И стряхивать, и сливать можно. Если помидор здесь порезать, то вся жидкость она не пропадет, она стечет. Но вот когда уже такое повреждение покрытия, когда она некрасиво выглядит, примелькалась, в общем, такие вещи лучше от них избавляться, потому что они просто бесят, раздражают. Продолжение следует...